Здесь еще до нас комната. Извините, этот человек отдыхает. Сон клиента превыше всего. Говорим шепотом, ходим на цыпочках. Хостел на 14 человек в паре сотен метров от вокзалов Барнаула. Кастрюльки, сковородки. Люди готовят себе еду. Приготавливают, чай варят, микроволновки разогревают. Здесь, да, посуда вся есть. Бери и живи. 400 рублей в сутки. Трижды дешевле гостиницы. Максим открыл хостел пару лет назад. Изучил СЭС и снял в аренду нежилое помещение. За это и выступает законопроект. А в городах туристических делают проще. Понятно, что удобно. То есть своя квартира, люди просто переоборудовали ее посредственно в хостел. А сами, может быть, снимали квартиру, зарабатывались, развивались и так далее. Это удобнее с тем, что не нужны стартовые капиталы практически. То есть свою квартиру можно было бы переделать по что-то. Ну или там снять, по крайней мере, снять квартиру гораздо дешевле, чем снять там нежилое помещение где-то. Это эконом-хостел Москвы, Петербурга. Ярусы, кровати в обычной квартире. Чтобы толпы туристов не мешали соседям по подъезду, будущий закон пропишет отдельный вход в хостел и запретит его создание в жилых квартирах. Останутся первые этажи или выше, но при одном условии. Перевести жилое помещение выше первого этажа в нежилое можно, если под ним тоже нежилое помещение, чтобы никому не мешать. Здесь соседи снизу явно возмущаться не будут. Селью хостела Барнаула соответствует требованиям нового закона неясно. Нам не удалось узнать, какое надзорное ведомство следит за мини-отелями. Что знаем точно, так это то, что перевод помещения в нежилое – дело совести в несколько сотен тысяч рублей. Поэтому, по словам экспертов, те, кто работал по серой схеме, в ней и останутся. На мой взгляд, нужно было решение принимать наоборот, которое бы стимулировали предпринимателей выходить из этой области, легализоваться и, честно, зарабатывать. Но у нас зачастую так не получается. У нас тех, кто работал, был зарегистрирован, сейчас удар будет нанесен как раз и по ним. И они будут вынуждены закрываться, ликвидировать свой бизнес. Но в региональной ассоциации туризма препятствий для Барновского хостел-бизнеса не видят. Говорят, в городе много нежилых помещений под аренду. А в Москве под закрытие попадут примерно полторы тысячи мини-отелей. И это, несомненно, скажется на ценах на проживание. Большинство туристов выбирают бюджетные средства размещения. Это хостелы, либо мини-гостиницы, которых очень много, на самом деле, находится в центре города и именно в жилых помещениях. Поэтому, конечно, повышение цен на эти объекты размещения негативным образом скажется на спрос. Так что новый закон жители края ощутят на себе, скорее всего лишь будучи туристами, когда поймут, что переночевать подешевле в столице России будет негде. Анастасия Дороган, Николай Шелком. Наши новости.